Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На Доме-2 состоялся массовый мужской приход. Сразу пятеро парней попали на телестройку. Один из них пришел Квики Романец, еще один парень, бывший бойфренд Таты Апрамсон. На молодого человека, который очень похож на бывшего участника проекта, на Илью Григоренко, положила глаз Саша Гозиас. Двое парней, Илья и Влад, пришли к Кате Гужвинской, в связи с чем она получила от Вовы Гаути порцию претензий и возмущений. Также состоялось женское голосование. По его результатам проект покинула Алена Юдина. Алена написала в своем микроблоге. Нужно было сделать выбор, остаться на проекте или продолжить карьеру диджея. Я, разумеется, выбрала второе, потому что в этом моя жизнь и моя судьба. Увидимся на танцполах страны. Две девушки-одиночки проекта, Таня Кузнецова и Тата Абрамсон, в день голосования выясняли, кто же из них достоин остаться на Доме-2 и в итоге подрались. Тимур Гарафуддинов узнал от своих приятелей на острове, от Глеба Жемчугова и Кости Иванова, что Кристина Лисковец целовалась и обнималась с Федей Стрелковым. Тимур разочаровался в своей девушке и поставил точку в отношениях с ней. Женя Кузин устроил сюрприз для своей девушки Саши Артемовой. Саша сейчас находится в Новороссийске, она решает вопросы с учебой. Друзья и родственники Жени Кузина очень хорошо к ней относятся, и она все свободное время проводит в их компании. И Женя устроил Сашу сюрприз. Он неожиданно нагрянул в Новороссийск с букетом роз. Саша пишет, пригласила меня Люся Кузина в ресторан. Захожу, присаживаюсь и тут заходит, угадайте кто. Дарит невероятно нежный букет и крепко обнимает. У меня было ощущение, что сердце ушло в ноги, лицо как окаменело и земля остановилась. Андрей Чуев приехал на поляну. Татьяна Владимировна Африкантова рассказывает, он как волшебник пришел со своим чемоданчиком, и мы ждали, что он достанет из него документы о разводе, но фокус не удался. В настоящее время он заселился в комнату для одиночек в вип-доме, а что будет дальше, покажет время. На Сейшелах, в честь годовщины присутствия Саши Гозиас на проекте, девушки устроили вечеринку. Они плавали на яхте, а затем завтракали в красивом месте. Гозиас пишет, отдохнули так, что задумались, нужны ли вообще мужчины. По приезду, конечно же, мужчинки наши ничего не приготовили для нас, так что сомнения появились еще больше. Андрей Черкасов и его девушка Анна, которые отдыхают в Таиланде, встретили там бывшую участницу проекта Ольгу Сокол. Мир тесен. Мария Чужакова сделала операцию по увеличению груди и похвасталась наконец-то результатом. Вот и все, и я счастлива, пишет Мария. Я обладательница с шикарной груди. Подписчики же в комментариях отмечают, что новая грудь ее только портит. Это не ее размерчик. Бывшая участница проекта Аня Белякова, которая была в отношениях с Колей Должанским, опубликовала фотографию с мамой Колей. Все подписчики сошлись во мнении, что Коля очень на нее похож. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!